здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал подписывайтесь ставите лайки а также пишите комментарии пишите запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны по мере возможности я конечно же буду удовлетворять вашу просьбу и делать видео сегодня у нас онлайн гадание даже можно так сказать скорее всего это совет на привлечение денег если вы хотите чтобы у вас открылся денежный канал денежная энергия вы должны будете выбрать варианты здесь будет 6 вариантов могу также разрешить вам выбрать несколько вариантов работаю на таро дюрера если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео находится номер телефона пишите на вайбер либо же на ватсап а также можете писать в телеграм-канал и так совет на привлечение денег первый вариант совет на привлечение денег второй вариант совет на привлечение денег третий вариант совет на привлечение денег четвертый вариант совет на привлечение денег пятый вариант совет на привлечение денег. Шестой вариант. Выбирайте один из вариантов. А я хочу сказать, если вы хотите, чтобы у вас была прибыль, делайте уборку во вторник. Если вы хотите повысить финансовую энергию, делайте уборку в четверг. Если вы хотите, чтобы у вас было больше финансов, открылся денежный канал, делайте уборку в субботу. Итак, первый вариант. Какой же вам идет совет? Вам нужно экономить. Друзья мои, кто выбрал первый вариант, вам необходимо экономить. Все-таки, скорее всего, вы совершаете очень много ненужных покупков. Возможно, знаете, вот вы любите что-то покупать, даже, возможно, вещи. От чего? Возможно, у вас бывает тоска, какая-то неудовлетворенность. И для того, чтобы у вас было более-менее хорошее настроение, вы занимаетесь шопингом. Возможно, покупаете не то, что... Вот прям первая необходимость. Не тратьте, сохраните, умейте копить. Вот такая вам идет рекомендация. Второй вариант. Вам необходима договоренность. Вам необходимо договориться либо же с мужем, либо же в семье. И вам необходимы партнерские взаимоотношения. То есть для того, чтобы у вас были деньги, вам нужно объединиться. Вам нужно протянуть руку. Если вы замужем, значит, должна быть договоренность с мужчиной. Если вы одиноки, посмотрите, кто в вашем окружении. Осознать вам нужна потребность в сотрудничестве. И карта говорит о том, что вам нужно доверять людям, которые рядом, и в то же время проверять. Итак, третий вариант. Третий вариант. Вы знаете, у вас недавно, возможно, даже невозможно, а так оно и есть, потому что тройка мечей говорит о каком-то страдании, о разочаровании. Что-то, возможно, у вас произошло. Вам нужно вот эту ситуацию еще раз пережить и принять горькую правду. Что касается ваших, вот именно ваших финансовых каналов, вам нужно почиститься. Прямо необходимо. Возможно, были в зависнике, потому что здесь вот болезненная прямо у вас ситуация, касающаяся денег. Возможно, есть какие-то долги. Но вам идет все-таки совет. Нельзя вам отчаиваться. Нельзя. Вам нужно найти человека, который вам поможет. Вам нужно выговориться. Вам нужно очиститься, освободиться и сделать в доме генеральную уборку. Также рекомендация. Посмотрите хорошо. Возможно, где-то есть иголки. Возможно, где-то оставлены булавки. Четвертый вариант. Что вам необходимо сделать? Научитесь переваривать информацию. Собирать информацию. Собирать правильную информацию. Прямо вот говорит карта о том, что причем вот-вот-вот-вот к вам несутся какие-то новости стремительные, которые вы должны будете получить, вам нужно научиться не бояться и действовать быстро. Возможно, вам необходимо поменять работу. Открыть для себя другие пути, другие возможности. Вы знаете, в вашу жизнь войдет перемена, причем очень стремительная. И у вас будет огромный успех. Совет. Поменяйте работу. Возможно, необходима поездка. Принять какое-то быстрое решение. И вам нельзя бояться. Вам нельзя тормозить. Еще, если вы одиноки, вы в скором времени встретите человека, с которым у вас будет любовь, морковь. И, в общем-то, вы будете счастливы. Пятый вариант. Пятый вариант. Эта карта говорит о дороге, причем, может быть, внезапная дорога, какое-то путешествие. Вы знаете, а вы перейдете из одной сферы деятельности, возможно, в другую. Смену профессии. Будете менять курс направления. И, возможно, у вас произойдут перемены, увольнение, уход. Но вам идет прям даже совет. Отправляйтесь, ничего не бойтесь. Только вперед. Для некоторых, возможно, даже лучше поменять место жительства, чтобы открылся денежный канал. Также необходимо провести ритуал очистки и привлечения денежного потока. Итак, шестой вариант. Речь идет, конечно же, о эмоциях. Возможно, вы человек, вот если это смотрит женщина, вы очень эмоциональная, хрупкая, чувствительная, чувственная. Любите всех опекать, любите всем помогать. А вам это и необходимо, проявить заботу. Преумножайте. Прислушайтесь к своей интуиции. Чем больше вы людям помогаете, тем больше придет к вам, поверьте. Культивируйте себе любовь, заботу, участие. Помогайте пожилым людям, помогайте немощным людям. Вот прям вам необходимо, чтобы вы поддерживали. Наладьте взаимоотношения с матерью, с сестрами. В каком плане наладьте? Если у вас с сестрами, можно так сказать, не совсем родственные отношения, и у вас нет родства души, не злитесь. Попросите прощения и отойдите. Все. Но если у вас натянутые отношения с мамой, нужно все сделать для того, чтобы простить маме обиду и попросить у нее прощения. Вам необходимо проявлять заботу, как ребенку, как дочери, как сыну. Если мой рассказ резонировал и понравился, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Берегите себя, берегите своих детей. Всех вам благ. Берегите себя, берегите себя.